Добрый день всем! Сегодня у нас интересный разбор. Станислав Азаров студио, это дизайнер-архитектор, насколько я понимаю. И сегодня мы посмотрим сайт. Я очень кратко посмотрел, в целом очень интересные и прикольные какие-то идеи и хороший архитектор-дизайнер. Ну, давайте посмотрим с точки зрения упаковки, что тут можно сделать лучше. Я вот давайте захожу как клиент, что я вижу? То есть я вижу какие-то работы, я вижу, что слева направо идут картинки. Я не сильно понимаю, чем ребята занимаются, в чем здесь какая-то особенность. Я вот вижу просто интерьер, идут слева направо и не понимаю, что сделать. Это уже не очень хорошо, потому что прямо сейчас вы теряете клиентов на этом экране, на этом изображении. То есть нужно сразу предлагать, показывать, в чем тут идея, что вы продаете, почему, к кому стоит к вам обращаться. То есть сайт должен быть и говорить о чем-то. Ну, давайте зайдем. О студии давайте посмотрим. Так, дизайн морских интерьеров. Вот, появляется какая-то идея. Значит, мы видим дизайн морских интерьеров, мы видим, как Станислав тоже делает, получается, какие-то идеи работы. Текст достаточно мелкий. Ну, давайте попытаемся почитать, что тут написано. Меня зовут Станислав Азаров, я рад приветствовать вас на официальном сайте моей студии дизайна интерьеров. Здесь вы найдете всю информацию о наших проектах, сможете оперативно получить консультацию в сфере проектирования декора жилых пространств. Это абсолютно лишняя информация, ну, просто совершенно лишняя, ну, то есть, как бы, окей, вы только что истратили 10 секунд времени жизни клиента, ну, непонятно, что мы донесли. Тут надо, вот, в первой фразе надо сказать, о чем вы, собственно, о чем вы, что у вас, что такое морской интерьер, почему интерьер морской, кому стоит к вам обращаться, может, к вам за дизайном яхт надо обращаться. Это непонятно, я об этом не узнаю, возможно, я дальше и не дочитаю. У меня студия успешно работает на рынке артикутурной проектирования и визуализации. Но вот этот случай, когда текст, он говорит о вас, да, то есть, собственно, типа, а зачем мне знать, что вы работаете успешно? Что вы сделали? Надо показать. То есть, мы сделали там яхту такую-то, интерьер такой-то, что вы сделали? За это время мы приобрели экспертность в вопросах, опять, вы приобрели, мне-то с этого чего? То есть, нужно написать, что мы умеем делать какие-то интерьеры, да, вот в таком-то стиле и показать. Мы не ограничиваем себя только дизайном частных домов. Секрет описания текста о компании, не писать о себе, что вы умеете делать, описать, что вы можете сделать для клиента, чем вы полезны для клиента. Вот это вот самый главный секрет. То есть, не я умею, не у меня там 10 тысяч дипломов, а мы сделали там первое, второе, третье, получили опыт в создании, допустим, яхт и можем спроектировать вам яхту. Вот такую и показать картинку, этого будет достаточно. Мы не ограничиваем себя только дизайном частных домов, квартир, мы занимаемся созданием интерьеров моторных поростных яхт. Ну, вот это, кстати, клевая тема, я бы с нее как бы и начинал, потому что она, ну, реально прикольная, интересная. А потом уже, то есть, возникает, может возникнуть такое ощущение, что если вы, ребята, делаете крутые такие, вы делаете яхты, то, скорее всего, с домом, с моим вы точно справитесь. То есть, это хорошо. Дизайн интерьера, вознешняя составляющая в жизни каждого человека, ведь приятная атмосфера, комфорт, ну, то есть, тоже вы мне рассказываете какую-то стандартную историю. Именно по этому работе я, мы команду, руководствуем тремя основными принципами качества, эстетик, профессионализм. Ну, типа, это все делают, это какая-то стандартная история, ну, как бы, и что? Наша экспертиза, надо говорить не что мы руководствуемся этим правилом, вот по этому правилу, то есть, используя правило качества, вот что мы понимаем в плане качества. То есть, вот это качество, вот это некачество, надо показать, что, допустим, вот этот вот интерьер некачественный, а вот это качественный, и объяснить почему. Дальше, эстетика, вот этот эстетичный интерьер, а вот этот неэстетичный, и показать, ну, почему, то есть, человек может не понимать эти слова. Тогда это будет прикольно, то есть, в вашем случае это будет просто, по сути, три картинки, то есть, ну, вот, вот раз картинка, два картинка, еще одна, и еще одна, еще одна, и еще одна. То есть здесь будет плюс, да, здесь будет минус, нет, здесь будет написано качество, это качество, это некачество, второе, что там эстетика и комфорт, это комфорт, некомфорт. Вот в принципе вот то, что вот вы здесь написали, надо заменить на три изображения, потому что важно не эти слова, а самое важное, как вы представляете эти слова и что для вас вот эти слова значат. И если то, что для клиента значит эти слова будут примерно похожи, да, то соответственно он вас выберет. Все остальное, конечно, это не надо писать Помня о традициях, мы не забываем о последних тенденциях в области дизайна Тоже это надо показывать То есть мы делаем такие интерьеры Здесь, смотрите, и традиция, и дизайн Я готов предложить вам множество стилевых решений Ведь я заедлый путешественный Тоже прикольно, кстати Но это надо делать отдельный смысл То есть обо мне Надо о себе написать, что я вот путешествую, я то-то-то, чтобы было понятно Потому что все это сейчас то, что написано текстом Надо показать картиночками, изображениями И тогда это будет нормально читаться, нормально работать Потому что картинки у вас есть То есть я вижу живую какую-то историю Я вижу какие-то вот здесь эскизы Я вижу, что здесь какие-то материалы Ну, кстати, надо подписать, надо понять, что это такое Что здесь имеется в виду То есть каждую картинку, то, что она здесь представлена Нужно подписать, потому что иначе непонятно О чем тут речь Что я тут вижу, что я вижу на этой картинке Какой я вывод должен из нее сделать Мне интересно понять, что это такое Что вот это такое, это что, веер какой-то, еще какая-то история Что я из этого должен, какой вывод сделать Вот это что такое? Я не понимаю, что здесь вы мне хотите показать, как планировки делать. Ну то есть что здесь? Зачем вот это сочетание? Каждую картинку, которую вы делаете, она отличная, атмосферная, сами фоточки прикольные, но до сих пор я не понял, что вы предлагаете. То есть что у вас можно купить? Надо сделать вот так, что мы такие-то, такие-то, занимаемся такой-то темой. У нас можно купить это, это, и почему купить именно у нас? Вот почему, вот мои принципы. Условия работы. Давайте посмотрим. Условия работы. Здесь чего-то тоже какая-то движуха, дизайн интерьера. То есть смотрите, сайт будет работать отлично, если к вам пришли люди по рекомендации и уже знают, что хотят. А для всех остальных, вот я с улицы зашел, и для меня это некий ребус. То есть из того, что положительно, я вижу, что есть очень интересные какие-то решения, картинки, которые хочется посмотреть. Из отрицательного, что я не понимаю, что здесь, вот это что такое, кстати, это плохо, это что, это не должно быть или должно быть? То есть непонятно, что вот это значит. Я должен разгадывать всю эту историю, причем я вижу, что работа качественная, ну как профессионал, что у вас тоже как бы и подача, и все остальное хорошо и правильно. Но как клиент я буду все это разгадывать. И что я должен сделать? Вот я зашел на сайт, непонятно абсолютно. Вот, поэтому публикации, связь, я бы сделал примерно такую историю, более конкретную, что кто мы, что мы делаем, что мы продаем. Вот если это проиллюстрировать с точки зрения, что это дает для клиента, да, и сделать это первой темой, то хорошо, фотка, ну в целом можно, конечно, лучше сделать, ну, я имею в виду по качеству. Но вообще она передает атмосферу, видно, что дизайнер, да, видно, что смотрит, но непонятно, что это за рулоны, то есть вы в основном, что получается, ткани продаете. То есть мне кажется, что вы здесь ткани продаете, а, наверное, вы там что-то чертите больше или что-то. Ну, в принципе, вот достаточно, вот картинка, вот фотография. Здесь надо написать, кто я, я путешественник, я делаю дизайн для яхты, для квартир. Делаем мы это таким-то способом, используем такие вот три главных качества, вот что качество, вот что некачество, условно, пишите мне, вот пример моего проекта. Это можно, в принципе, одностраничным даже сделать. Пример моего проекта, можете скачать, посмотреть. То есть я бы здесь именно сфокусировался вообще в целом на стратегии, что, как вы продаете, что я должен знать. Ну, то есть тут надо достаточно много всего поменять. Сейчас я посмотрю презентацию, тут еще одна презентация есть, ну, вернее, там всем покажу, я думаю, она будет полезна. Так, презентация, все то же самое, я так понимаю, в PDF. Давайте посмотрим, как в PDF это построено. Ага, вот, вот тут, кстати, уже более прикольно, тоже написать. Стас, Станислав Азаров студио. И чего? То есть что за студио? То есть что вы предлагаете? Тоже непонятно, там яхты, корабли, катамараны, самолеты. Что за студио? Непонятно. То есть надо писать. Да, мы делаем дизайн интерьера. Вот прямо здесь вот надо написать. Мы делаем дизайн интерьера, этого будет достаточно. Это будет очень хорошо, если это будет написано. Дальше. Шикарно, отлично. Ну, то есть качество интересное, классное. Видно, что архитектурный подход, и все супер. Не хватает подписи, что я вижу на экране. Да, знаете, как вот в мультике, да, что вот мы видим на экране, там замечательно, чего там, комод или там, картина. Что мы здесь видим? Здесь надо подписать, на что мы смотрим. Почему это хорошо? Это хороший пример или это плохой пример? То есть непонятно, что на потолке, фанер или что это. Ну, то есть что-то прикольное видно, что интересно сделано, но непонятно. Это надо подписать. Международная многопрофильная студия дизайн интерьеров. Сразу же скажу, вот такой текст не будет работать, его читать никто не будет. Читают примерно вот следующего формата, то есть можно брать за пример инстаграм, вот как у вас сейчас сделано. Вот такая картинка и подпись. Станислав Азаров, руководитель студии. Здесь вместо того, что просто написать руководитель студии, нужно написать ваши принципы. Типа, мой принцип работы такой-то. Потому что вам нужно вместе с картинкой, то есть пока человек смотрит картинку, он слушает какой-то принцип некий, да, который вы можете донести. Так же и здесь, то есть студия, то есть условно три строчки, картинка. Вот здесь яхту эту нарисовать. Три строчки, картинка. То есть смысл вам нужно в заголовках, а и подпись еще не забудь. Заголовок, картинка, подпись, заголовок, картинка, подпись. То есть все, что написано текстом, надо удалить и заменить на заголовок, картинка, подпись, заголовок, картинка, подпись. Давайте посмотрим и подумаем, как это можно сделать. Успешно работать на рынке архитектурной проектины визуализации с 2011 года. Мы не ограничены себя только дизайн честных домов, квартир, занимаемся. Надо писать, мы занимаемся дизайном квартир и яхт. Все, этого достаточно. И показать, вот дизайн квартиры, вот дизайн яхты. Две картиночки. Дизайн-трейлерная, важнейшая составляющая жизни каждого человека, приятная атмосфера. Мы считаем, ну да, окей, это типа наша миссия, можно вот здесь написать. То есть качество, эстетика и профессионализм мы уже читали, об этом рассказывали, то все надо показать. Мы считаем, вот так хорошо, а вот так плохо. Я готов предложить вам множество стилевых решений. Когда вы предлагаете множественные стилевые решения, как бы для вас это прикольно, здорово, но человек чаще всего придет на какое-то одно стилевое решение, которое ему нужно, которое ему нравится. То есть когда вы говорите, я делаю все, ему кажется, что вы не эксперт ни в чем. Как бы это очень обидно и печально для истинных профессионалов, потому что нас учили делать все, то есть мы и должны делать все. Но для клиента как бы непонятно. То есть ему нужно клиенту именно сказать, что если вы хотите делать классику, у нас есть вот стиль классика. Смотрите, вам сюда. Кликай сюда, попадай в интерьер классический. Если ты хочешь сделать яхту, тебе сюда, кликай на яхту смотри как мы делали яхты если ты хочешь сделать дом с элементами как яхта вот тебе сюда у вас очень крутые работы то есть очень классно их надо подать именно ну с точки зрения качества что мы предлагаем разработать концепцию идею жилого объекта вот хорошо кстати да что такое концепция идея жилого проекта расчет примерного бюджета проекта на уже в первичной встрече то есть что это даст надо надо смотреть надо писать здесь не что по факту вы делаете а для чего это нужно клиенту мы предлагаем прочитать бюджет чтобы вы как бы не вышли из бюджета из этого до чтобы не потратить личных денег то есть чтобы мы проектировали сразу чтобы вы знали сколько это стоит вот это надо для чего надо знать чтобы стоит чтобы не потратить денег чтобы не было долгостроя вот к этому надо идти второе официальные договоры и фикс с фиксированными сроками то есть если не соблюдаем сроки там платим по договору типа вот такая вот формулировка была бы лучше прикольнее ну в принципе и так нормально составление подробности клиентского брифа перед началом проектирование вот бриф нужен вам они клиенту то есть мы надо не так надо написать почему это выгодно клиенту то есть благодаря тому что мы очень внимательно и детально относимся к заполнению брифа мы делаем дизайн быстрее то есть нужно привязать фиксированные сроки да то есть почему мы делаем можно такой заголовок как нам удается делать соблюдать сроки очень просто у нас есть технология создания брифа поэтому так как бриф мы создали детальны да то соответственно вы сможете сделать быть уверенным что мы не со сроками не на порта чем у нас со сроками все будет нормально подавать натуральный материал экологичной мебель надежные проверенные прямые поставщики мебели и материалов всего по сша но прикольно только тут надо выгоду тоже написать что это позволяет нам экономитом 20 процентов например вот такой диван или вот такой вот замшу мы купили дешевле чем там на авито там два раза например и показать пример то есть типа было стало будет нормально поставка любого инженерного оборудования для меня вообще непонятно во первых что такое инженерное оборудование если я клиента и особо понимаю во вторых что такое любое то есть ну как бы каждый вот я буду сейчас на рынок да и скажу слушай а ты можешь мне привести любое оборудование да вообще не вопрос я могу привести тебе любое оборудование любой предприниматель с рынка может это сделать почему ну потому что это простая как бы бизнес-схема у тебя есть клиент денежный мешок условно эти привозят любое оборудование тут надо написать что за оборудование какое привозится почему именно вы ну то есть более конкретно вот вот это вот ни о чем фраза изготовление мебели на заказ партнерских социальных мастерских то же самое сейчас найти именно качественные партнерские нормальную грамотную компанию сложно да мы провели тендер среди 20 разных компаний отработали с пятью выбрали две самые лучшие они вам предоставят сметы вот это клево то есть уже показано что как бы некая у вас работа произведена например вот эту историю я рассказываю в книге до которая показывает слабе дизайна комплектации здесь есть раздел специальный по комплектации который ты открываешь вот там совет поставщику совет потребителю совет клиенту то есть каким образом все это дело делать и здесь именно описано методика быть мы работаем по методике у нас есть методика по которым мы тестируем и эта методика позволяет нам как раз таки ну все изучить это хорошо уже будет то есть у вас хорошие пункты сами по себе и ну классная услуга да и классная работа на самом деле я вижу то есть надо просто описать со стороны клиента понять вообще кто у вас клиент у вас сейчас как бы такое ощущение что клиенты все то есть все наши клиенты которым вот которые нужен дизайн это не будет работать потому что они не видят вашу сущность то есть вы вы ее прячете за абстрактными фразами. Вам надо сделать чуть более конкретно и показать, в чем особенность ваших интерьеров. Она точно есть, это видно. Вот любой профессионал, который сейчас смотрит, ну, который сейчас смотрит видео, напишите в комментариях, кстати. Вы же видите, что человек как бы, ну, реально работает, старается, интересно у него проект. Действительно классно. То есть ты смотришь проект, сразу думаешь, блин, ну вот стоп, такое сделать, особенно если предыдущее наше видео, посмотрите, предыдущее, где я разбираю там дизайн, ну, неудачно сделанный дизайн. И вот, условно, найди три отличия. Вот этот вот удачный, крутой архитектурный дизайн, и там строительным методом сделан. Ты говоришь, вот там плохо, да, шкаф сделан, а здесь шкаф сделан идеально. Что тут вот подрезка правильная с принтусом, и сверху все правильно, здесь вот сбоку все правильно. Шкафы деревянные, они открываются, красивый декор, да, красивые светильники. Вот, ну, все учтено, то есть все классно. Надо единственное, что это сделать, это описать и красиво подать. Ну, и фотографии, кстати, хорошие. Хорошие фотки с именно процессом, то есть тут видно, ну, даже, как бы, она не то, что хорошая по качеству, она видно, что живая. То есть видно, что человек, как бы, свое рабочее место просто взял, сфоткал, да, с телефона, без вспышки, без всего. Оно не постановочное, оно вот, вот, реально так работает. То есть просто чуть-чуть собрал, и это хорошо. То есть это вызывает доверие. Дальше давайте почитаем по тексту. Взять на себя реализацию проекта и освободить ваше время. Подбор рабочих бригад с разнопрофильными, высококвалифицированными специалистами. Непонятно, да, то есть мы подбираем строителей, которые не обманут. Вот так там пишите. Авторский надзор. Что такое авторский надзор, тоже людям непонятно. То есть мы подбираем строителей, мы потом следим за ними. Комплектация. Тоже немножко расширить надо. То есть комплектация. То есть мы привозим вовремя на объект необходимые материалы, да. Считаем, чтобы там количество не вышло там за 10%, например. И торгуемся до посинения с поставщиками, чтобы у вас были самые лучшие цены. Декорирование. Да. Многие дизайнеры не делают декорирование, мы делаем. Что такое декорирование? Надо написать. То есть вы добавляете там, например, ну где там была картиночка, да, неплохая, что вот это вот как бы элемент декорирования, да, казалось бы, вроде шкафы поставил и стандартный дизайнер на этом успокоится, какая-то ниша, а пусть там клиент сам какую-нибудь рыбу поставит, либо какие-нибудь башмаки поставит. А мы нет, мы вот заморочились и сделали вот такой декор. И теперь какое-то барахлишко, которое там есть, оно хранится вот в этих вот красивых коробочках. И оно само по себе еще, ну, очень тоже красиво и качественно. Это декорирование, это круто. И объяснить, что вот это очень хорошо. Вот, кстати, классика. Ну, замечательно, все хорошо. То есть какое сочетание именно, ну, как бы очень удачное, очень прикольное. Давайте еще почитаем, кстати, управление строительством. Ну, это хорошо, что вы применяете правильную методологию и технологию, и у вас есть все, что нужно. Профессиональная фотосъемка. Ну, и, кстати, фотосъемка тоже хорошо. Молодцы. Здесь хорошо все, очень качественно, очень классно. Надо объяснить, почему это хорошо. В принципе, здорово, что у нас здесь все вписано. Тут вот у нас есть фартук, да. При этом сочетается какая-то современная, да, тема, да, и классика. Очень все это изящно, элегантно. И цвет красивый, значит, пол сочетается каменный. Ну, все здорово. То есть сочетание здесь очень хорошее, очень классное. Почему наши клиенты выбирают нас? Пошаговая методика работы. Окей. Методика позволяет получить в результате интерьер и предметный дизайн жилых интерьеров, которые нужны заказчику. Вроде все сказал, но ни о чем абсолютно. Что тут имеется в виду, непонятно. Методика, прям надо ее написать, там, первый, второй, третий, то есть почему она хорошая. Экологически чистый материал в проекте. Мы заботимся о том, чтобы все отделочные материалы и мебель, которые будут использованы для формирования жилого пространства, не выделили вредных веществ. Ну, как бы окей. На самом деле, просто можно это дело решить достаточно просто, да, то есть методику можно там 1, 2, 3, 4, 5, ну, написать какие-то цифры. Здесь можно какой-то значок такой сделать, перечеркнуть его. То есть старайтесь визуально это делать, потому что вот это читать долго, а мысль-то очень простая, что у нас там и там листик какой-нибудь зеленый, и тут написать мы за экологию, то есть наши материалы экологичны. Все, то есть как можно меньше сделайте текста, как можно больше каких-то там значков, ну, это как бы вопрос дизайнера. Понимание строительных технологий. Мы осуществляем проектирование с пониманием такого плоти решения в жизнь. Строители не будут задавать лишних вопросов, и вам не придется ничего переделывать, тратить лишние деньги на формирование. Хорошая идея, классная, разумная. То есть я должен понять, что другие дизайнеры так не работают, либо вы знаете какие-то тонкости. Что для этого надо? Нужно показать прям конкретный чертеж и показать фоточку. Смотрите, вот здесь вот у нас будет фоточка, а здесь будет чертеж. И какой-нибудь сложный стык. Ну, например, как у вас там был стык, допустим, классической кухни, там из современного фасада, да? И у вас написано, что смотрите, благодаря тому, что мы на чертеже, вот этот узел рассмотрели детально, у строителей не возникло вопросов, и вот здесь они не ошиблись. Прямо ввести вот эти два момента. То есть обычно здесь как бы бывает какая-то проблема, да? И показать, может быть, даже проблему, что обычно здесь бывает минус вот такой. Мы сделали чертеж, как бы такой, как комикс, да? Вот картинка номер один, проблема, да? Как мы сделали это на чертежах и как получилось у нас? И здесь большая картинка. Вот такой комикс нарисовать. То есть это будет понятно, вот эта вот штука, она будет понятна уже человеку. Она будет понятна визуально, что было плохо, вот мы сделали чертеж, и именно благодаря чертежу, чертеж не дал совершить ошибку. И вот как правильно. Соотношение цена-качество. Заказчик получит максимальное качество материалов в отделке и мебель, как заданного бюджета, на весь ремонт. Так, соотношение цена-качество. Тоже непонятно, что максимальное качество материалов в отделке. То есть как бы звучит классно, но как-то ты это не проверишь. То есть как будто у вас будет хорошее здоровье, занимайтесь спортом, все хорошо. Ну как бы надо к какому-то примеру провести. Мы проектируем интерьер и предлагаем удуманное решение, которое вы можете реализовать. Стоимость реализации не будет для вас сюрпризом. Все, вот это классно. То есть покажите конкретно, что вот этот шкаф стоит 300 тысяч рублей. Много это или мало, типа давайте считать. Вот вам надо взять конкретное решение и сказать, вот например, вот так. Пусть клиент там сам посмотрит примерно, что это значит. Иначе все, что здесь перечислено, я это проматываю, потому что любой дизайнер. Ну вот возьмите меня. Я могу сделать по шагу методику? Могу. Я могу сделать экологические материалы? Могу. Понимая строительных технологий? Вообще не вопрос. Соотношение цена-качество? У меня тоже замечательно. У меня и еще у 10 тысяч дизайнеров все то же самое. Важно здесь не написать, что вы делаете, как другие дизайнеры, а показать, как вы это делаете самостоятельно для себя на своих примерах. Тогда будет понятно в качестве графики картинки. То есть вместо вот этих картинок покажите вот то, что и тексты. Тогда покажите, что вы имеете в виду. Тогда будет понятно, что лично вы, Станислав, умеете делать то, что говорите, и как это выглядит в жизни. И это очень интересно рассматривать как комикс, как картинки. Тогда это будет очень крутая тема. Сейчас это тоже нормально, как идея, как сценарий для работы. Но это только заготовка. Это полуфабрикат, который клиенту ни о чем не говорит, пока вы это не визуализируете. Жидаем результаты. Из-за детальной обработки проекта, наши проекты в 3D практически не отличить фотографии. Но здесь сам Бог велел показать 3D и фотку. 3D и фотку. Ну то есть обязательно надо иллюстрировать то, что вы пишете. Здесь все хорошо. Что это такое? Это 3D, да? Что тут имеется в виду? А тут фоточка, да? Или что это? Или фоточка это уже? Кстати, да, хорошо сделано. Качественно. Сделано, да. Так. 3D фотка. Да? Хорошо. Уникальное предложение. Интерьер квартиры загодного резиденции в яхтном стиле для создания. Это не уникальное предложение, это одно из направлений должно быть. То есть направление типа по яхтам. Вот здесь вот у нас по яхтам. И сказать, что мы делаем там дома, например, как в яхтах. Это классно. Так, давайте посмотрим. Интерьер квартиры загодного резиденции в яхтном стиле. Это можно использовать именно как уникальность вашу и именно ее двигать и продвигать. Мне очень нравится эта тема, и она интересная, да, то есть для меня человек, который занимается яхтами, это человек, который детально, очень внимательно смотрит к мелочам, то есть я бы именно вот эти качества выкладывал бы как аргумент того, что я, ну, отличаюсь, то есть мы настолько внимательно, детально относимся вообще ко всему, требования к яхтостроению очень-очень высокие, да, поэтому мы знаем реально все детали, и этот подход подкупают, то есть мы скрупулезны во всем, это очень круто, я бы здесь показывал какие-то кейсы, разрезы, да, какие-то, может быть, детали, то есть именно вот детали, которые позволяют сказать, что да, это все классно, также работа с деревом, то есть человек должен любить дерево, и я должен понимать, что да, вот как бы интересная такая тема, у меня может быть опасение, что это дорого, то есть надо как бы еще понимать, что то, что вы предлагаете, оно как бы реально можно воплотить, да, и сколько это стоит, то есть как бы классно выглядит, здорово, но может у меня подозрение, что у меня деньги хватит, хотя может быть это не так дорого, как кажется, к примеру, можете сказать, у вас была такая тема цена-качество, можете сказать примерно следующее, что мы, допустим, разработали, То есть кажется, что этот интерьер стоит дорого, на самом деле нет. То есть у нас есть технология, которая позволяет его сделать как бы за разумные деньги. То есть да, не за 3 копейки, но за разумные деньги мы его делаем в том качестве, как на яхте, только в 3 раза дешевле, например, в вашем доме. Это уже интересно. Вы имеете желание и возможность создать свой неповторимый эксклюзивный стиль? Вот мне надо писать неповторимый, эксклюзивный, вот это все лишнее. Стиль, хотите, чтобы о вас говорили как уникальный человек с большими возможностями. Да, понятно. Для тех, кто неравнодушен к морю и яхтам, путешествиям, парусам, круизам и регатам, ценителям романтики. Ну, много текста это читать не будут, просто скажите, хотим такой интерьер, как мы его сделаем? Как мы делаем подобный интерьер? В целом идея хороша, но надо это картинками показывать, а не текстом. То есть текст много, его читать не будут, скорее всего. Я вот посмотрел картинки, как бы, да, окей. Лучше вы подписи сделаете под картинки, что вот этот круглый диван, например, стоил нам, не знаю, 3 копейки. Либо наоборот, вот этот круглый диван, это было слабое, сложное, самое важное звено в нашей работе. Ну, оно того стоило, потому что такой диван, там, сделать на заказ, там, стоит, там, столько, там, мы его сделали, там, на местности, так-то, да, допустим, и ткань, там, сшили самостоятельно, да, как в яхте. Здесь, допустим, не знаю, какая-то секретная дверь тоже, дайте подпись. То есть лучше вместо того текста показать просто, что тут изображено и почему это круто. Вот, тогда будет получаться, что клиент почитал, посмотрел картинки, почитал текст под картинками, а вот это вот он не будет читать. То есть, если человек вас не знает, если вас знает, да, вопросов нет, он такой зайдет, все, почитает, посмотрит. В принципе, тогда ему и читать не нужно, если он вас знает. А если не знает, то вряд ли он это все почитает, ему скучно будет, неинтересно, он будет картинки смотреть. И, соответственно, он будет скролить, вот как я сейчас это сделал, и будет читать подписи. Вот вы место для подписи можете использовать для привлечения внимания, все это важная часть. Так, тоже классная какая-то штука, что это такое за наверху? Место, да, вот это вот свободное, то есть надо понять, что вы здесь предлагаете, что это такое, то есть почему это, то есть это хорошо, это плохо, что тут такое изображено, никакой подписи нет. Вот, также здесь, вам надо, ну, немножко подписи сделать, то есть объяснить свои решения. Почему то, что я вижу, мне нравится, примерно такая позиция. Приложение к договору на дизайн проектной работы, подробное описание принципов, ну, тоже вот не надо текстом, надо картиночками, так как текста много, тяжело это читать, смотреть. Так, этап 1, эскизный проект, рабочий проект, состав договора входит тот, тот, авторский надзор. Как определяется цена проекта? Кстати, то, что цены есть, это хорошо, я смотрю, и, в общем-то, неплохо рабочий проект, сколько-то. То есть я только и того не вижу, наверное, должно быть еще и того дополнительно, но то, что цены есть, это хорошо. Вот, да, нормально, то есть какие-то тут цены есть, от 100 до 300, 400. То есть мне не хватило немножко описания стиля, да, и конкретики. А, вот еще, кстати, визуализация отдельная. Ну да, что типа визуализация делается отдельно, нормально. В целом интересная история, я бы все это дело, конечно, поработал, то есть я бы поработал, видно, что архитектор, ну, крутой, опытный, я бы поработал над личным, получается, стилем, позиционированием и поработал бы над дизайном и вообще продажами, то есть над системой продаж, то есть как кому будете продавать. Я думаю, что эту историю можно упаковывать в спецпредложения и давать таргетинг, то есть прямо вот эту картинку, видите, хотите такой интерьер? Вот есть специалист по яхтенным интерьерам, который сделает яхтенный интерьер в вашем доме. И прямо вот на флаг это все, то, что вот вы предлагаете. У вас, кстати, хорошее сочетание, кстати, у меня есть тоже хорошее сочетание, у меня синенькая рубашка и сзади получается такой вот цвет желтенький, да, примерно. Вот у вас тоже получается такая примерно атмосфера, там сочетание голубого и желтенького, да, такое очень прикольное. Вот, и, собственно, вот это может быть каким-то фирменным стилем, все это сделали, разместили. Человек попадает на рекламу, там видит, что вы делаете такое, это попадает на сайт, на сайте рассказано именно то, что человеку нужно увидеть именно картинками, не вот эти вот фразы, да, то есть как сценарий это можно использовать, но заменить это все картиночками, и тогда будет все хорошо. В целом мне очень понравились сами работы, но оформление и детализация, конечно, желает быть лучше. И я желаю удачи в воплощении, в создании личного бренда, видоизменения этих материалов. Мне очень понравилось. Напишите свое мнение в комментариях, как можно улучшить все это дело. Может быть улучшить тексты, либо картинки, если смотрите. Если хотите тоже, чтобы я прокомментировал ваш сайт, либо работы, присылайте их, когда в следующий раз будет время, я обязательно это сделаю. Если хотите профессионально поработать со мной по упаковке, либо по созданию вашего стиля уникальности, либо позиционирования для клиентов с упаковкой вашего стиля, чтобы это все продавалось, то приходите либо к нам на курсы, либо на индивидуальную консультацию, мы поработаем и сделаем правильную упаковку вместе с вами, которая будет работать. На этом сегодня все. Разбирали Станислава. Меня тоже зовут Станислав Орехов, поэтому увидимся в следующих видео. До связи. Продолжение следует...